друзья всем привет вы находитесь на канале про путешествия меня зовут богдан булачев и сегодня у нас будет тест-драйв от путешественника и на этот раз я расскажу вам про ту машину которой больше всего на этом канале ну по крайней мере ее старшего брата речь пойдет о новом лэнд-крузере prada 150 кузове в рейстайлинге погнали на этой машине я уже съездил в скандинавию мы были в финляндии были в швеции были в норвегии собирались доехать до исландии но по причине того что мне нужно было срочно вернуться в россию мы не поехали в исландию и оставили это для более старшего брата наверняка мы это сделаем на 2 сотки но сейчас речь про новый прадик единственным недостатком у этого автомобиля на мой взгляд является как раз недостаток мощности именно у дизельного двигателя но кому нужна мощность для этого есть проверенный кстати дефорсированный 250 сильный бензиновый мотор сразу скажу что его можно привести в чувство он будет под 300 лошадей машина будет ехать просто невероятно оставаясь в категории 250 лошадок но сейчас поговорим о дизеле пересев на него с двухсотки конечно ты сначала думаешь ну как же он немножко потеснее как же здесь немножко другая динамика он более жесткий более собраны поэтому с одной стороны есть плюсы с другой стороны есть минусы по отношению к 200 ки сразу скажу что после практически месяца за рулем этого правда я привык к нему абсолютно конечно пересяду назад в двухсотку и опять окажусь в царстве так называемой роскоши вот этот вальяжная баржа которая не спеша плывет и везет тебя и который вообще не представляет что там происходит под колесами потому что в двухсотке ты едешь машина глотает настолько все неровности лежащие полицейские железнодорожные переезды просто ямы глубиной под два метра ты не замечаешь машина просто проезжает отрабатывает на сто процентов идеально один из самых заметных плюсов у прада после того когда ты садишься на него после двухсотки это его жесткость и его собранность у него нет таких диких клювков как у двухсотки при перестроении его не мотыляет в сторону он гораздо более собраны плюс это у нас топовая комплектация в машине есть пневмо подкачка задней балки и можно настроить его как в более жесткий режим для трассы как и более комфортный мягкий для обычной повседневной езды по ямам вашего города если они есть они в 99 городах есть что из того что действительно мне очень нравится начнем наверное так называемого внешнего вида тот фейслифтинг который получил новые 150 прадик лично мне очень доставляет ну прежде всего вот эта вот выемка в центре капота которая добавляет брутальности в узких кругах шутят что сюда упал столб но при этом land cruiser не потерял своей красоте а наоборот приобрел столб упал но он куда-то делся дальше машина едет дальше с такой вот крутой выемкой решетка радиатора мощная хорошая понятная красиво прорисованный новые фары которые кстати не привнесли машине как раз вот те такие четкие черты которых не было в предыдущей модели все-таки вот эти стекающие капли по мне были немножко такими конъюнктивидно подобными хотя тоже смотрелись очень классно но еще раз говорю новый дизайн вот просто дал вторую жизнь прада казалось бы что у жизни он был можно было выжимать когда был первый фейслифт да но машина абсолютно изменилась и стала гораздо лучше задняя часть практически не изменилась немножко изменили бампер немножко изменили фары но еще раз говорю именно вот передняя часть машины была доработана вот именно доведена до идеала и сейчас 150 с новыми настройками и соответственно с новым фейслифтом выглядит просто замечательно пойдемте дальше то чем я говорил новые фары с такими вот штучками ну еще раз говорю все настолько доделано вот тонкими штрихами и как раз это то чего не хватало до общая картина осталось практически без изменения но тонкие штрихи просто решают доработали бампер доработали заднюю оптику и но оставили весь нужен функционал вот чего мне лично не хватает в двухсотке мне в двухсотке не хватает вот такой кнопочки которая вот так бы деликатно давала бы доступ к багажнику я сейчас могу спокойно достать что-то могу также спокойно это убрать при этом не открывая всю дверь это очень удобно особенно если вы идете супермаркета с покупками или приезжаете куда-то на природу где вам не нужно разгружать всю машину а нужно просто взять сверху что-то быстренько удобно разгрузить или наоборот быстро закидать во время дождя для того чтобы при открытии основной двери напомню у правда дверь открывается не как у двухсотки одна вверх одна вниз и это кстати это вот минус тут говорю у где-то из плюсы где-то из минусы и во время дождя если вы открываете всю дверь вот таким образом то вот примерно 30 процентов багажника при обычном ровном дожде сразу мокнет если дождь немножко с ветром и как раз идет с этой стороны то практически до задних сидений все будет мокро здесь все будет мокро и когда вы закроете все это будет долго сохнуть вместе с вещами вместе с составом будут запотевать окна поэтому в этом плане не очень удобно вот и для этого вот это вот замечательная вещь это просто божественное решение я надеюсь что компания toyota в правда никогда не уйдет от этого решения потому что это идеальное решение для этого автомобиля вот так же здесь остался этот вот замечательный фиксатор чем он хорош опять же когда где-то в горах или на местности где огромное количество мощного ветра до не на незакрытой территории ты открываешь машину и ты разгружаешь или загружаешь если ты не за фиксируешь вот так дверь да когда она вот то есть не дает и закрыться а дверь будет расфиксирована в таком положении то в принципе ветром ее может легко сдуть вот и это не очень хорошо а так тебе удобно ты выбираешь как тебе нужно фиксирующую и дверца все держится вот также у нас здесь есть как всегда и у меня здесь лежит всегда ремкомплектик который мы брали с собой скандинавию и он нам не пригодился здесь у нас бокс для каких-то вещей да а здесь у нас собственно непосредственно ключи стандартный набор который обычно находится в правда и в лэнд-крузерах здесь у нас также есть сразу розетка розетка на 220 вольт она 100 ваттная такая же как на предыдущих моделях но на самом первом правда и на самом первом лэнд-крузере 200 розетки не выдерживали заряда квадрокоптера это было проверено уже неоднократно в поездке для чего мне нужно было использовать преобразователь с 12 на 220 здесь же эта розетка на которой тоже написано 100 ватт выдерживает абсолютно спокойно заряд квадрокоптера то есть она заряжает батарей можно подключать два ноутбука там кучу 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 девайсов и ее не вырубает она может быть и 100 ватт на но предохранитель видно сделали уже помощнее и саму проводку тоже вот это конечно для путешествий для такой серьезной машины очень хорошо по багажнику багажник здесь большой что мне не очень нравится в этом багажнике то что в багажнике пол не раскладывается в ровную линию то есть когда складываются сиденья они складываются одна в одну и подымается вверх я вам сейчас покажу для багажника конечно место огромное количество но для того чтобы спать в машине не очень удобно то есть пол получается неровный точно также двухсотки для этого есть вариант либо установить сюда спальный бокс тогда здесь можно спать всей семьей либо можно демонтировать сиденье опять же все зависит от целей и задачи которые вы ставите перед данной машиной чуть позже им пока то есть это вот там чуть-чуть вещей которые у нас здесь собой в поездке у нас было огромное количество вещей вот сейчас можно посмотреть на фотографии сколько у нас было вещей вы видите как эта фотография сделана с квадрокоптера эти все вещи мы брали с собой в скандинавию погнали дальше в салон покажу вам что это что там задняя часть в лэнд-крузере как всегда очень комфортно единственное все таки опять же если сравнить машину со старшим собратом то из-за жесткости в подвеске здесь не так комфортно как двухсотки но на то он и младший брат сейчас покажу вам здесь сиденья все-таки очень хорошо регулируется вперед причем можно подвинуть как для детей практически вплотную да так и назад максимально далеко это сиденье настроено под меня вот и если мы его ставим в максимальное заднее положение да то место вы сами видите просто огромнейшее количество можно смело там двигаться практически на максималку да вот на максималке ну как бы я уперся да сам за собой в принципе так долго ехать нельзя но мне относительно комфортно то есть если так то есть можно даже сделать ногу на ногу и вполне себе вальяжно сидеть также у машины есть регулировка спинки да там от такого до положения практически лежа есть подлокотник как и у всех машин но здесь он так скажем не такой высокий он пониже вот если мы закрываем то здесь все-таки присутствует вот эта ровная линия линия подлокотника на двери который на самом деле очень удобный и линия вот этого такого обвального с виду неказистого подлокотника то есть стандартные подстаканники и в принципе в дальней дороге так ехать очень удобно вот в этом конечно машинах очень хорошие что еще наверное надо показать как складываются сиденья сиденья складывается тоже очень просто вы делаете вот так и сиденье сложен то есть соответственно если мы говорим про пол с багажником то он идет не вровень ступенька где-то примерно порядка 20 сантиметров но если делать сюда спальный бокс с нахлёстом на этот выступ топ с такой высотой здесь очень комфортно двоем даже троем наверное двое взрослых и один ребенок можно в путешествиях спать прямо в машине по цене у нас данные правда является топовым эта машина стоит 4 миллиона 30 тысяч рублей напомню что стартуют они по продажам самую простенькую машину можно купить за 2 миллиона 900 там с небольшим хвостиком вот ну что могу сказать цена за топовую комплектацию практически подобралась к старшему брату к двухсотки многие говорят что правда практически может заменить двухсотку я считаю что все таки двухсотка этот другой класс и правда конечно очень сильно подтянули самое главное что наконец-то внутренний дизайн стал похож на такую более городскую машину более что ли какой-то премиальный класс вот при том при всем что все показатели все характеристики именно внедорожные именно вот все настройки остались те же самые за исключением наверное жесткости добавилось немножко больше жесткости в подвеске что лучше сказывается на именно управление вот если дать посмотрим сколько стоят бушные такие машины сейчас мы зайдем с вами на авито авто и там посмотрим уже сколько по стоимости стоят машины так собственно есть за 2 600 до 2 600 2 800 3 миллиона 2 700 2 500 даже есть вот 300 да ну вот в общем самая дешевая цена за такую машину вот это у нас в этом же кузове 2 миллиона четыреста двадцать семь тысяч рублей дизельный prado 2 и 7 на механике получается самая простая комбинация а нет не не смотрите есть даже 2 миллиона двести тридцать девять тысяч рублей а сейчас мы выберем автомобиль какой-нибудь правда здесь на авито и можно посмотреть вот новая машина практически без пробега но даже такую машину можно проверить при помощи очень прикольного девайса от авито смотрите на авито прям под объявлением есть кнопка проверить авто если мы нажимаем на эту кнопку то мы переходим на сервис автотека и этот сервис предоставляет нам огромное количество разных данных о запрашиваем автомобиле вот про данную машину есть 8 записей истории регистрационных действий нахождения в розыске дтп наличие ограничения регистрации еще еще огромное количество пунктов если вас интересует автомобиль который не представлен на авито то вы можете зайти на сайт автотеки и в разделе вбить номером вбиваете в номер вашего автомобиля и запрашиваете информацию та информация которая будет здесь в базах данных она будет представлена вам вы можете посмотреть подходит вам этот автомобиль для покупки или нет признаюсь честно сейчас смотрю жене машину и однозначно буду смотреть на авито да и собственно тестить и мониторит ее при помощи автотеки потому что не очень хочется брать какой-то серый и теневой автомобиль вот погнали дальше сейчас я вам расскажу в движении как вообще машина едет как в ней в салоне что еще здесь из таких дополнительных допов почему почему сейчас говорят что правда стал на ступень выше именно по качеству и комфорту об этом вы узнаете прямо сейчас погнали теперь пришло время сказать немножко внутреннем интерьере ну в первую очередь здесь появился руль от старшего брата от land cruiser 200 со всеми кнопками переключения мультимедиа внутреннего меню соответственно удобный понятный старый в тот же самый момент ну старый с хорошей точки этого зрения старый потому что для владельцев двухсоток он привычен вот это для хороший руль который лично мне очень нравится что касаемо системы управления внедорожными потенциалом этой машины здесь тоже все очень удобно вынесли на центральную консоль есть две ручки которые отвечают за переключение между полным приводом повышенной и пониженной между мощностью передвижения во время включения системы crawl control соответственно блокировки задняя межосевая помощь спуска с горы подъем система фиксации так скажем блокировки машины в стандартном положении именно подкачка и спуск задней балки заднего моста здесь у нас есть так как это комплектация у нас оборудовано пневмой три режима режим спорт в котором машина зажимается становится жестче совсем другой алгоритм работы коробки и машина становится резвее обычный нормальный режим да но он такой чугу эти режимы стандартный да и режим комфорт либо режим эко можно выбрать я езжу в режиме комфорт потому что она тогда более-менее идет плавно без каких-то до резких так скажем без жесткости потому что настройка прадика по крайней мере в третьем поколении она относительно жесткая то есть правда идет собрано и жестко вот и поэтому третий режим комфортный для него после двухсотки лично для меня он самым приемлемым наверное вот ну и вот этот консоль собственно с мультимедиа которую немножко вынесли сюда она тоже очень хорошо и лаконично вписалась вообще если так сказать то здесь такие есть три сектора три зоны разделения зона отвечающая за оффроуд и трансмиссию и полностью за внедорожный потенциал этого автомобиля зона климат-контроля которая очень хорошо оснащена кстати наша машина четырехзонный климат-контроль отдельно для пассажиров и отдельно задний для пассажира второго ряда и третий сектор собственно мультимедиа вполне себе нормально единственное конечно что сейчас на новой камри мультимедиа просто вот это то чего так долго ждали от тойота они допилили идеально ничего у них не отстает она очень современная но здесь конечно все таки скажем так мультимедиа на 4 с минусом хотелось бы как минимум на 5 потому что все остальное в машине здесь дотягивает именно на 5 ну и из доп нужно забывать что у нас самая полная комплектация она подразумевает практически массаж кресел массаж кресел нет даже в старшем братьев двухсотки но зато здесь есть вот такая замечательная крутилочка не побоюсь этого слова если мы будем крутить в красную зону по нарастанию то это будет подогрев сидений а если мы будем крутить в синюю зону также по нарастанию то это будет вентиляция которая через перфорированную кожу очень отлично позволяет не прилипать вам к сидению а чувств себя комфортно чуть-чуть стало пожарче добавили немножко побольше пользуюсь ей в обычной жизни очень часто вот у меня она стоит где-то между единичкой и двоечкой не сильно дует не сильно прилипает комфортно тойота мать ее и наверное девайс который просто инженеры компании toyota размещают по умолчанию и правильно делают этот девайс спрятан в подлокотнике что у лэнд крузера 200 что у лэнд крузера прада и называется холодильник друзья сейчас у нас он забит там всем подряд но здесь очень много места когда мы ездили в скандинавию то сюда помещалось и детское питание и санкционные сыры и кока-кола и еще какая-то холодная охлаждаемая водичка то есть мы сюда вы размещали абсолютно все мясо сыр и хлеб вот все что такое могло испорция молочка все у нас лежало здесь конечно если вы едете большой семьей то вам необходимо отдельный холодильник но так как у нас семья пока из трех человек и с вами только что поздоровалась моя дочь а то в принципе этого холодильника на путешествие до полумесяца нам хватало более чем за это тоже отдельный респект компании toyota что касаемо расхода у дизельного автомобиля когда мы ездили в скандинавию и наш пробег в большей степени был по автобанам то расход показывал в районе 11 литров на 100 километров я знаю таких ребят которые укладываются в расход и 9 литров наверное но этот режим около 100 километров накатиком все-таки я предпочитаю ездить ну таких верхних допустимых пределах скорости сейчас же в режиме город трасса город трасса средний расход можно посмотреть 12 5 литров на 100 километров опять же для большого полноценного рамного внедорожника в пусть даже с дизельным двигателем это вполне себе отличнейший расход вот поэтому наверное поэтому в частности я люблю и выбираю дизельные двигателя ну и наверное потому что в детстве мне нравились трактористы которые были какими-то такими людьми максимально приближенным к танкистам еще один из важных вопросов по прадику это его освещение сейчас фары как раз допилили до такого уровня что они отлично покрывают всю площадь дорогу всю площадь дороги также бьют очень хорошо вдаль и автоматическая система переключения конечно не имеет супер адаптивного какого-то включения выключения секторально а просто переключается фары с ближнего на дальний но этого более чем достаточно еще раз напомню что машина предназначена как для путешествий езды по городу по автострадам так и просто езды вне дорог где этого яркого света кстати более чем достаточно ну напоминать о том что в машине есть люка о том что в машине есть хорошая музыка я думаю я наверно не буду это все прекрасно понимают это так называемая доп опция все зависит от комплектации которую вы берете но в нашей комплектации есть абсолютно все как как бы я сильно не любил тойоту как бы я просто не обожал land cruiser и правда и двухсотку ну что уж таить греха все-таки даже в этой идеальной машине есть свои пусть небольшие но недостатки и одним из важных недостатков для меня в этой машине является то что такой огромной машине есть несколько зарядных устройств типа прикуриватель есть розетка на 220 и всего лишь одна юсб зарядка друзья но этого катастрофически мало в этом автомобиле их должно быть как минимум 32 впереди для водителя и для пассажира и 1 сзади вот если доделать это то тогда в новом prado не будет вообще ни одного минуса поэтому я уверен что кто-то из компании toyota посмотрит это видео и обратить на это внимание спасибо вам и надеюсь в новом prado будет ни один избе ну и сразу забегая вперед я понимаю что будут вопросы что это за место отвечаю сразу место находится недалеко от моего дома от ярославля недалеко от города рыбинска на рыбинском водохранилище называется парк-отель бухта коприна ссылку оставлю в описании потому что действительно отличное место одно из моих любимых мест отдыха недалеко от ярославля здесь есть замечательный пляж на котором можно отдохнуть вот такие замечательные финские домики которые очень напоминают мне финляндию швецию и даже местами норвегию поэтому приезжайте переходите по ссылочке и отдыхайте а может даже владельцы отеля посмотрят и когда-нибудь сделать мне скидку и я буду отдыхать здесь еще больше и чаще на этом обзор закончился спасибо что смотрели и там про лайки не забудьте прописаться не забудьте ведь мне приятно а вам тоже подводя итог нашего небольшого тест-драйва даже небольшого обзора легендарного land крузера prado в третьей генерации хочу сказать следующее машина осталась такой же надежной неприхотливой отлично и главное ремонтным пригодной даже где-нибудь вдалеке в пустыне гоби что мне очень сильно нравится как путешественнику это по-прежнему та машина на которой можно смело уезжать в любую точку нашей вот необъятной планеты и абсолютно не переживать о сервисе о том что где-то тебе не смогут там сделать то или еще что-то это та машина на которой в случае апокалипсиса ты можешь сесть загрузить свою семью или своих близких и просто отправиться куда-нибудь туда где есть оазис где можно спастись надежная комфортная неприхотливая если резюмировать то можно сказать что для путешествия это отличный вариант поэтому сегодняшний тест-драйв от путешественника резюмирует следующее land cruiser prado в третьей генерации подходит идеально для путешествия как с практической так и эстетической стороны с вами был богдан булчев канал про путешествия и вот этот комар который сейчас кусает меня песок подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и хорошего вам дня друзья пока